Андрей Андреевич, Савитур вы наш, спасибо вам за знание и помощь. Савитур — хорошее слово. А многие ли понимают, что такое энергия Савитур? Итак, что такое вообще духовный путь, как его выбирать и с чем это связано, с чем его едят? Существует такая история, она описана в Упанишадах, это история четырёх царей. История четырёх царей, которые жили в мире, где были настоящие города, которые находились на земле, под землёй, вне земли, в паранормальных мирах, а также находились эти дворцы в небесах и там в разных местах. Эти цари, у них были свои народы, они находились в Индии, но они могли на земле жить совершенно в любом месте. То есть по желанию своего сознания они могли перемещаться в совершенно другое место, они общались с энергией. Эту энергию этих людей звали инды, и они могли перемещаться в совершенно любое время, в совершенно любое место, жили они вечно, как и весь их народ. И у этих королей была сила получать информацию у Савитур. Считалось, что Савитур это энергия, которая связывает человеческую душу и связывает Бога. То есть после смерти душа переходит в Савитур, там находится информация об этом человеке, и после рождения появляется вновь в этом мире. Такие существа, они жили долго, единственное, чего не должно были делать эти существа, они получали бесконечные ответы на бесконечные вопросы. Также у них были паранормальные способности, они могли перемещаться, они могли жить в разных элементах на земле, под землей в небесах, в параллельных мирах и так далее. Также им были доступны всевозможные паранормальные способности. В книгах написано, что им были доступны 200 тысяч ситх, то есть способностей. Такие короли, можно ли сказать, жило это или не жило, это предание. Тем не менее, одно из условий их общения с высшими силами заключается в том, что они не должны были есть мясную пищу. Но однажды они узнали, что в их мирах, в котором они живут, люди усердно начали кушать пищу, и эта пища была животной, никто от нее отказываться уже не хотел. И они решили разрушить эти миры, и в тот момент, когда они разрушали эти миры, пострадали сами, пострадали люди, пострадали вот эти места, и было сказано, что был такой мощный взрыв, который уничтожил и самих королей, и уничтожил между проекциями миров полотно, и начали выпадать в разные миры, то есть города, которые находились на небесах, они начали сыпаться на землю, из-за этого люди в дальнейшем начали находить какие-то остатки камней, которые сложены друг на друге, где-то в совершенно невероятных местах, будь то горы, там где-то находят сейчас в тайге в Карелии, ну и так далее. Объяснения этому найти не могут, это абсолютно ровные, прямоугольные, тяжелые камни в виде кладки, то же самое, если бы небоскреб падал мимо куда-нибудь на гору, куда его никто никогда не донесет, а там сделать его 100% нельзя. К чему я это говорю? На то время существовала идея, что савитур это та энергия, с которой общаются эти короли, но после смерти королей савитурная энергия перестала общаться с людьми, и перестала помогать людям в виде знаний. Но придумала некую систему, в ходе которой человек рождается и умирает, при этом он в случае, если проживает жизнь хорошо, то рождается в будущем, в случае, если плохо, рождается в прошлом. Таким образом люди становятся более духовными, более открытыми, яркими, и происходит естественный процесс человеческой эволюции, с желанием в одной жизни убивать людей, в других с пониманием того, что этого сделать нельзя и так далее. Многое, к чему я это все говорю? Мы воспринимаем, как эзотерики, такую энергию, как и дальше интересный такой путь, который мы выбираем для себя. Смотрите, обычный человек, который живет, он должен знать, в его жизни существует принцип такой. Мы одновременно, согласно знаниям эзотерическим, являемся одновременно противоположными существами. Мы являемся одновременно существами, которые хотят быть вольными, и одновременно существами, которые хотят, чтобы их кто-то любил. Согласитесь, нам хочется, чтобы нас любили, но при этом нам хочется постоянной воли. И это не вмещается между собой. Допустим, я люблю свою жену, но я хочу еще там много женщин. Или я, допустим, хочу, чтобы мама меня любила, но я ее хочу бросить и уехать куда-нибудь, потому что мама мне надоела. Так нас одновременно может мучить любовь к существу и ненависть к существу. Так мы можем одновременно хотеть тишины и страдать от того, что никуда не можем уехать. Так мы хотим уединения и потом страдаем от того, что нам нужно срочно куда-то уехать или срочно хочется публичности и так далее. С чем это связано? Это связано с двумя качествами, которые одновременно врождены у человека, в его душе. Это качество воли или стремление к воле. И качество, которое связано с тем, что нам хочется, чтобы нас кто-то любил. А это между собой не всегда стыкуется. Таким образом, что дает нам понимание и что пишут в книгах об этом? Говорят о том, что человек, который живет таким образом, он будет... Качество воли в человеке всегда превосходит. Качество воли в человеке всегда превосходит, поэтому человек все время хочет стремиться к воле. Стремиться к воле не подчиняться, стремиться к воле не жить с кем-то, стремиться вот этой своей внутренней воле протеста быть не запряженным, быть еще кем-то. И там говорится, что человек победить это стремление воли не может, иначе если он побеждает, то он страдает. И в тот момент, когда он страдает, человек должен знать, что существует некая, и дальше принцип духовного пути, существует некая энергия, которую условно можно назвать Богом, не имеет значения каким. Иисус Христос или Аллах, или Заратустра, или Будда, или какие-либо другие боги, мы как бы основную концепцию религиозную отпускаем, нас это не особо беспокоит. Но мы для себя принимаем решение сделать так. Найти для себя ключевой момент обратной стороны в противоположность нашей воле. Для чего? Если мы найдем того, кто нас любит, и мы начнем ощущать, что нас любит кто-то более высокий, чем те люди, которые с нами живут, и так далее, то мы можем обрести для себя спокойствие. Это одна из ключевых концепций духовного пути человека. Таким образом, для человека очень важно найти глобальное существо, Савитур, или Аллаха, или Будду, или Иисуса Христа, или Яхве, или Иегову, или кого-либо, но с тенденцией того, что он должен понимать, что это существо его любит. А что это обозначает? И что значит существо его любит? Дело в том, что мы можем представлять существо, но это же представление. И что дает это? Смотрите, считается, что внешний мир, в котором мы живем, с его всеми проявлениями всего абсолютно, что происходит вокруг нас, а это создано для нас. Ну, раз мы идем, и что-то с нами происходит, это создано для нас. Тогда вопрос кем? Тогда можно предположить, что это создано в критерии духовного пути или духовных знаний, это создано Богом, персонально для нас. То есть, если мы гипотетически вступили там ногой в какую-то там лужу, то это создано для нас, чтобы мы вступили. Потому что считается, что любые проявления, которые возникают в нашем мире, они создаются специально для нас. А для чего? Чтобы мы чувствовали и ощущали, как к нам относится эта энергия. А как она может к нам относиться? И тут принцип, или основное духовное упражнение, которое может помочь человеку в духовном пробуждении. Человек должен понимать, что те события, которые происходят, это события, которые нужно любить. Вообще, я вам хочу сказать, чем больше вы будете настраиваться на то, что мир, подобно большой матери, большому отцу, любит вас и обнимает, можно представлять даже на расстоянии, что вас любит и обнимает ваша семья, любит и обнимает этот мир, любит и обнимает эти события. И эту любовь, которая проявляется к вам, ее можно называть как угодно, любовь Аллаха, любовь какого-либо божества. Мы же, как эзотерики, мы ее воспринимаем как один из элементов, который связан с савитуром. То есть мы ее называем савитур, потому что мы занимаемся эзотерикой, и наш бог, это бог савитур. Таким образом, мы ощущаем такую энергию в виде энергии и солнца. Но на самом деле, солнце дает тепло, это земля, это планета. Но мы можем золотую энергию ощущать. Почему? В эзотерике есть некие понятия. Смотрите, есть некие понятия цветов. Вот.